И добра времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, и мы продолжаем просмотр аниме One Piece, а по счёту у нас идёт 167 серия, и сразу же перед её присмотром я вам признаюсь, я вам скажу, я аж человек как бы такой, я аж никогда вам не вру, правильно, я всегда с вами честен, да, всегда говорю всё как оно и есть, я скачиваю One Piece непосредственно с сайта Jutsu, да, вот, и обычно я как бы пропускаю мимо этого, не могла с названием серии, но в этот раз, блядь, заметил, в этот раз, сука, заметил название серии, которое называется что-то там, типа появление Нелли, или что-то, что-то, короче, вот такого плана, да, значит, типа за этой серией, скорее всего, появится Нелли, и да, я его, в принципе, как бы ожидал, и ожидал в ближайших сериях, чтобы его уже именно показали, да, но сейчас я теперь уверен, что его по-любому покажут, в начале, в середине, в конце, то есть танцы с волками у нас закончились, и, собственно, потихонечку будет начинаться твориться где-то какая-то жесть, да, вот, поэтому каждый в комментариях, мне один раз дает поебалу, чтобы я запомнил на всю жизнь и больше никогда не читал название серии, всегда об этом помнил, вот, собственно, да, мы будем приступать, у нас, повторюсь, 167 серия, но перед тем, как мы к ней приступим, не забывайте, если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, а также ставить лайки, писать ваши комментарии, ну и подписываться на телеграм и на твич, ссылочки, которых находятся в описании под каждой реакцией, а я же всем желаю приятного просмотра, друзья, и погнали смотреть. Зора, очень прошу. Ой, громко. Я быстро. И с какой стати я должен идти с тобой? Тебе сколько лет? Если боишься, терпи до утра. Мне уж совсем не в моготу, поэтому и прошу. Ты что, без потокового уже отлить не можешь? У тебя сердца нет, Зора. Попроси Робина, она подголядит. Мам, бесена. Сам такой, сам такой чоппер, ты, конечно, милаха, но не надо обзываться, нельзя обзываться маленьким. Пусть это Робин попросит, она этот глаз к дереву, ну, возле дерева, будет ссать, она там глаз, вокруг деревья глаза сделает, вернее, вокруг дерева, и будет смотреть, чтобы никто нигде не шел. Если что, его рукой отпихнет, с помощью своей способности. Ох, блядь, сейчас во что-нибудь вяжется. Просил, чтобы с ним кто-то пошел, в итоге не пошел никто. Это ему снится, или что такое свет? На корабле никого не должно быть. Из-за тумана не разглядишь. О, не, не... О, не, а... С... Ну явно сон. Ну все в таких цветах, но в нереальных. Ты че визжишь то? Я поначалу думал, что черное это не волос, а подумал, что это он писался. Я сам разлегся, то ты давай храпеть. Только зря будил. Приззрак. Приприз. Проснись уже. Припризрак. Призрак. Мы. Эй. Трудно должно быть говорить. Проглотив нижнюю губу. Виноват. Разве я тебе не говорил? Эннель сама вызвал нас сюда. Потому что ты дал сбежать вайперу. Паники здесь не может быть места. Каковы бы ни были их старания. Больше ни один шандиец не проскочит сквозь мои сети. Все предопределено судьбой. А они боятся зайти. Они боятся зайти типа с понтом, что они как бы слегка накосячили. Или кто-то из них накосячил и думает типа, что Эннель что-то с ними сделает. Но мне кажется максимум, ну может где-то как-то победить, где-то как-то наказать. Но не более того, как бы убить. Вряд ли. Ну, понимаете, вот да. Эннель вроде бы как безумно силен. Вроде как. И, наверное, при желании он на изи и шандийцев эти как бы разъебал. И Луфедрону с его командой тоже, да. При этом вот они сейчас тихо мирно спят. И он спокойно мог бы, допустим, на них напасть. Как бы лупануть своей вот этой вот атакой. И как бы стереть их там буквально в пыль, да. Ну, мог бы. Будь у него такое желание. Но зачастую люди, которые имеют такое могущество. И имеют такую где-то какую-то силу. Они ищут как раз таки того. Кого-нибудь, кто будет за них выполнять всю эту вот работу. Им просто впадло. Им неохота. То есть они вылазят. И то так, знаете, так не хотя, почесывая жопу. Когда уже, ну блин, ну приходится, да. А так большинство своём стараются полагаться на тех. На каких-то прихвостней, да. И вот прихвостни как раз таки это на данный момент его жрецы. Которых осталось трое. А было четверо. То есть сейчас трое, да. И он отчасти нуждается в них. Для того, чтобы не поднимать свою сраку. Они ему нужны. Для того, чтобы сдерживали нападки извне, да. Вот поэтому вряд ли он будет их убивать. Потому что на их замену придётся кого-то искать. Либо придётся отрывать сраку и действовать самому. Чего ему, наверное, не сильно хочется делать. Вот поэтому убить не убьёт. А если бы Энель сама предоставила всё это только мне, победа была бы у нас в руках. Нам бы не пришлось отчитываться перед ним. Такому болвану как-то этого в жизнь не осилить. Что? Вот что я вам скажу. Научитесь сдерживать свои эмоции. Иначе вы потеряете контроль над своей мантрой. И повторите судьбу сатари. Ты ещё меня учить будешь? Не, ну я и сейчас, ребята, не против, чтобы подрались. Небольшое дело одолеть Гонфолла, Сура. Мне это по душе. Сейчас чувствую он их разнимет, да? Бог, жрецы прибыли. Отвори дверь. А это кто сказал? Кто же ещё какой-то прислужник? Который раз уже? Чем вы занимаетесь? Никакого почтения. Заткнись. Если эти дебилы будут мне мешаться, я никогда не смогу использовать всю свою силу. Если бы мне было дозволено в одиночку охранять остров, проку было бы куда больше. Какие мы самоуверенные. Твоя сила и игра Шаломанова не стоит рядом с моей. Не, при чём тут сила силой? Всё равно, одному как бы защищаться сложнее. Ну то я считаю, допустим, один на тебя нападает. Вот представьте, просто на одного этого жреца нападают, как бы все шиндийцы, нападают там мугивары, да? И вряд ли ты что-то сможешь сделать. Ну банально, даже если ты где-то как-то сильнее каждого из них, даже если ты сильнее всех их вместе взятых, всё равно уклониться как бы от всех абсолютно ударов, да, которые как бы бьют по тебе одновременно, да, это крайне проблематично и крайне сложно. Поэтому как бы ты проебал. Так вас трое, и вне зависимости от того, кто из вас сильнее, кто из вас слабее, каждый из вас достаточно силён, и вы при этом всё равно друг друга где-то как-то соявите, друг другу как-то помогаете. По крайней мере, часть каких-то врагов оттягиваете на себя, да? Вот, поэтому тебе проще справляться. Поэтому один... Не. Не, один не справился бы. Правда и горечи. Испытание железом. Скука. Твоё испытание куром на смех. Моё испытание болотом – лучшее испытание из всех. Хочешь проверить? Не даться сама. Если будете так тереть, дырку протрёте. Скорестите луки и положите свои кисти на локти. А не туповато, да? Насколько я понимаю. Ну и где он, если не секрет? Разве он нас не вызывал? Где Энель сама? Ку-ку! Ну вот, смотрите, выглядит лениво. Я сразу скажу, он выглядит красиво. Выглядит красиво. Сам сеттинг красивый, да? Золотые кольца на пальцах. Золотые кольца на руках. Вот здесь вот на руках. На ногах. И вроде... Эти вот штаны. Мне такое нравится, да? Сам по себе накачанный, как бы здоровый мужик. Эти вот прикольные... Наверное, из-за того, что я люблю Наруто, в общем, да? И поэтому мне нравятся эти томои, получается. Эти вот, ну назовём их, пускай, шаринганы, да, у него. У него со спиной. Хотя это по-любому как бы что-то другое. Но эти вот круги, получается, с этим вот, ну, с капельками. Ну, я их буду называть томои, у меня так удобнее. Тоже прикольно выглядит. Но гораздо эффектнее было бы его появление, знаете, Если бы он так же вот с таким лицом сидел, с таким же как бы ленивым. Ладно. Ну, я предполагал, что он как бы ленивый, не хочет сильно встревать. Но чтобы он там не прыгал, не вертелся, там не крутился, там не сальтухи никакие не воротил. А просто-напросто вот так вот лёжа, как он сейчас лежит. Пизданул вот этой вот где-то какой-то молнией, да? И потом грозно ещё что-нибудь, блин, сказанул бы. Вот. Было бы прям эффектно. Ну и так появился неплохо. Короче, выглядит... Выглядит одобряю. Жалко смотреть. Мне не нужны повторения случая с Сатари. Для чего вы это сделали? В самом деле. Мы вам не куклы для битья. Вы нас звали, чтобы сказать это. Ой, лучше бы не выёбывались, я чувствую. Сядьте. Мы трое недостаточно серьёзно взяли за жителей Синего моря. Энель сама, если это относится к Сатари, ему до нас, как до луны. А про его дурацкое испытание мы вообще молчим. Вот и помалкивай, Шура. Ганфол выжил. Невозможно! Я убил его своими руками. Он ранен, да. Но уже успел побрататься с этими синеморцами. В стойке попался старичок. Но каковы намерения пришельцев? Я трону мог такивай-тай. Я не аучу. Золото. Золото. Откуда они пронюхали о нём? Значит, золото всё-таки есть. Неудивительно, что они о нём знают. А вам наху на кой? А в сентябре они начнут свой поход. Вам на кой хую сандийцы возобновят атаку? Раньше на высшем дворе каждый из вас отвечал за одну зону. И проникать в чужую вам запрещалось. А сейчас я вам разрешаю. Завтра весь остров будет открыть для вас. Устраивайте свои испытания, где вам заблагорассудится? Забудьте про правила, действуйте так, как требует ситуация. С чего такая щедрость? Потому что он был достроен. Он это кто? Пора прикончить этот остров и отправить его в путешествие. К миру грёз. Так, во-первых, на кой хуй вам золото? Во-вторых, что за Максим? Что за Максим? Или это снова, типа, он просто так перевёл? Ну, щебурь так перевёл. Я знаю пулемёт, Максим. Больше я, ну, и как бы... Знакомые у меня есть Максимы. Больше я ничего не знаю. Типа, Максим... А этот... Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Тоже знаю, как бы, Максим. И всё? Что за Максим? Нужно объяснение. Но, наверное, это ещё, типа, объяснят по-любому. Что он может, и что он умеет, и что у него за сила? Вот, видишь, что-то связанное где-то с какими-то молниями, да? Но пока что это непонятно. И гадать смысла тоже нет. То, что с этого дня начнётся где-то какая-то жесть? Однозначно да. Потому что они были, все эти вот жрецы, были ограничены в рамках именно одной где-то какой-то определённой территории, да? Ограничены самим Энелем. Сейчас же он эти вот ограничения снял, выдав им такой вот, типа, карт-бланш, да? То есть, делайте что хотите, вытворяйте что хотите, испытания творите где хотите. То есть, можете делать всё. Но только бы мне, короче, типа, там не мешали. То есть, только для того, чтобы вы выполнили цель, как бы, избавиться от шиндийцев и избавиться от пришельцев с синего моря. То есть, значит, они будут атаковать по полной. Притом, они такие вот именно выпендрёжники, которые хотят именно показать свою силу, которые считают себя прям такими сильными, крутыми, пиздатыми, распиздатыми. Поэтому они по-любому будут выкладываться по полной и именно атаковать с целью убить. То есть, за этим будет интересно понаблюдать. Ну, я говорю, но самое меня пока что вот интересует Энелем. Он выглядит красиво. Он выглядит красиво. И в нём чувствуется какая-то, знаете, сила. Вот в этом его максимальном каком-то таком вот отчасти безразличии, каком-то таком вот чуть-чуть, каком-то лентяйстве, знаете, вот судя по лицу, такое вот как бы непоколебимое спокойствие, такое вот какое-то равновесие, да, даёт понять о том, что он вообще не волнуется. То есть, он видел всё, видел всё, что здесь происходит. Он знает то, что те охотятся за золотом, шандийцы хотят, типа, там, напасть и хотят где-то как-то его убить. И тот, кто где-то как-то этого боялся и опасался бы, да, он бы выглядел уже чуть-чуть иначе. Но по нему же видно, что ему вообще плевать. То есть, он не видит в них угрозу ни на Йоту, что говорит о его силе, либо о его высокомерии. Но обратно же, тот, кто слаб, не занял вопрос Бога на Скайпе. Но, гадать, типа, какие у него конкретные именно способности, говорю глупо. Я и подумать не мог, что эти дети способны победить Сатари. Теперь они враги Бога Энеля. И Шантия своего шанса не упустит. А нам вообще интересно расскажут, то есть, еще много серий осталось. Расскажут вообще и покажут, как это все произошло и как это все случилось. Как, допустим, правил именно сам Ганфол, как пришел Энель, как тот его сместил, почему Энель захотел именно этот пост, пост Бога, да, для чего он решил с ним пободаться силами, то есть, что его конкретно именно не устраивало в правлении Ганфола. Для чего ему все это было нужно. Эти вот флэшбеки важны и эти флэшбеки нужны. Эти флэшбеки, во-первых, раскроют еще лучше Ганфола, раскроют еще лучше Энеля. Также с помощью этих флэшбеков мы подольше увидим того-либо другого персонажа, сильнее сможем к ним проникнуться, да. Вот, допустим, к тому же самому Ганфолу. Мы и так его увидим уже на протяжении Скайпи, да. И тем самым ты проникаешься к нему все сильнее и сильнее и сильнее. И, как я говорил, в окончании прошлой серии нужен именно какой-то такой вот запал, да. Нужно какая-то вот ненависть, какая-то ярость, желание, допустим, вот этому вот Энелю навалять. Такого желания на данный момент у меня нету. Мне интересно посмотреть, на что он способен. Мне интересно посмотреть на его способности, на его силы. Но у меня нет такого желания где-то как-то его там измордовать, да, как это было, например, с Белами, как это было с Крокодайлом, как это было с Саралангом. То есть, такого у меня нету, я этого хочу. Ну, и исходя из всех прошлых врагов, которые были пока что в One Piece, в тех сериях, которых я смотрел, нам всегда вот это вот давали. Вот такое вот, типа, там, запал и желание нам давали. Поэтому, надеюсь, что дадут и здесь. И эти вот флэшбэки, они бы помогли бы этом. Сильнее бы раскрыли бы все, все, что происходит на Скайпе, то есть, эта история была бы где-то какой-то полноценной. И при этом смогли бы где-то как-то, если он там поступал именно не по чести, да, то есть, поступал именно как сволочь, как скотина, это нам даст именно желание навалять ему. Что нужно. Поэтому хочу, чтобы это показали. Надеюсь, что покажут. То есть, One Piece на протяжении всех этих серий радовал постоянно. Начиная с первой и по сей день. Раскрывая все. От и до. А затем, Энелли. Смотрите, а вы мне не верили. Кто-то был здесь. Кто-то починил корабль, что? Ну, кто-то чинил его, но я подумал, что это реально ему приснилось. Починили. Отремонтировано. А кто? И отремонтировано всяко лучше, нежели это делают. Я видел. И мать, что сделали. Сделали лучше, чем делает усоп. И правда. Даже мать, что снова на месте. Удивительно. Кто-то проделал неоценимую работу всего за ночь. Тогда это друг, все. Ща бы доебываться. Кдареному не смотрят. Здесь кто-то был. Я видел его. Но кто потащится сюда, чтобы отремонтировать наш корабль? Отец? Вы помните? Я забыл просто... Дайте камеру, чуть-чуть у меня отодвинулось. Я забыл этот имя девушки, которую они встретили здесь на скайпе, которая им помогала, да? И ее отца. Именно я забыл. Но я вот именно про этого отца имею в виду. Когда они сидели у Ганфола, когда Ганфол ушел защищать Чопера, он тогда сказал, что нужно где-то как-то помочь, нужно что-то сделать. Может быть, он это имел в виду? При этом он все-таки какой-никакой, может, не совсем плотник, но при этом он все равно занимался какими-то такими починками. То есть, вполне вероятно, что он мог это сделать. Ну, я другого человека не вижу, кто бы... Кто был бы способен на это? Ну, это больше не летающая модель, Усоп. Да, точно. Что уж совсем странно. Откуда ремонтнику было известно как Мэри выглядела изначально? Вопрос. Он знал, что у нее не было ни гребешка, ни крыльев, ни хвоста. Кого ты видел, Усоп? Тебе приснилось. Другого и быть не может. Ну, кто-то же починил. Чего это вы, дурака, валяете? У нас дел не в проворот. Тебе это не интересно, нами? Ей золото интересно. Что кто-то починил Гоинка Мэри? Как он так медленно опускается? Разрушили. Ну, раз ее починили, чего волноваться-то? Или предлагаешь броситься искать его, чтобы поблагодарить? Не-не-не-не-не, поблагодарить неважно, типа, узнать в общем, кто это, что это и с какой целью. Ну, любопытно же. Ну, просто кто-то пришел, кто-то похозяйничал на корабле. Нет, спасибо ему, конечно, большое. Но, все равно, как это так вот, чтобы не было любопытно? Даже мне, блядь, любопытно. Я к Гоинк Мэри не имею никакого отношения, вообще-то. Я в команде их не состою, да? Я просто вот, ну, наблюдатель. И мне, сука, любопытно. А им-то понятное дело, что любопытно. Ну, хотя нами, блядь. Золото, 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 золото. Пошли за золотом. На кой хуй Энелю золото, я не понимаю. Какой толк от него? Слушай, настало время Усоп сами, руководителю операции «Прочь с алтаря» сделать свой ход. Смотри и учись. Я зам руководителя операции «Прочь с алтаря». Все на меня рассчитывают. Что ты задумал, Усоп? Чопер, есть! Вперед! Вперед! Ну и? Ура, у него получилось! Чопер! А, ты снял, он снять хочет просто-напросто. Ну, я что-то, что, что-то подобное я и рассчитывал увидеть. Не переживай, Чопер. На этот случай я придумал план «Б». Правда? И какой? Здесь ведь полно акул, так? Заорканить. Да-да. Очень много. Так почему бы не использовать их силу? Акулью силу? Точно! Наверняка получится! Они ведь такие сильные! Тогда, Чопер, у меня для тебя важное поручение. Налови акул. Заоркань. Ты только скажи! И я сделаю что угодно. Правда! Молодец! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чопер, наверное, в конце понял, на что он согласился. Ха-ха-ха! Это получается я! Наживка! так усоп я осуждаю вообще-то я приманка не хочу не хочу не хочу быть проглотиным помогите ловили санджи вот что бывает когда в дело вступает великий рыболов ну блять вот у чопера сейчас разрыв сердца будет не подплывай плыви вот так ура ура усоп бонзай а сейчас давайте поговорим вот ребята будем честны будем честны вот ответьте мне на такой вопрос ну я просто думаю что что смогли бы сделать вот ответьте мне вы вы знаете гораздо лучше и четче силу каждого из персонажей почему мне кажется что зору который тягал просто-напросто чуть ли не то тонны получается железа мог бы спокойно также накинув веревку оттянуть корабль и при этом нахрен не нужна веревка зачем веревка да смотрите луфи накидывает руки вокруг ну так же как они накинули веревку да и тянет луфи сам силен дури у него хватает он тянет натягивается сильно и тянет до свою резину при этом ее тянет также и зору подключается санжи превращается чоппер также тянет руки луфи при этом робин то есть знаете типа что вот муравей там один то может где-то поднять что-то что-то типа там ну пускай даже больше своего веса да но когда их очень много они могут поднять что-нибудь гораздо больше их да робин робин может сделать просто просто хреновую тучу рук просто тьмищу рук под going к мэри каждая у нее рука из ее с помощью ее как бы это ее такая способность обладает где-то какой-то именно силой да и она не делится вокруг то есть она сделает 100 рук сила не делится между сотней у каждой из этих вот рук будет ровно и к нам то есть будет одинаковое количество силы то естьifiques тело одну руку ну руку это надо будет с какой-то определенной силой что она сделает там 1000 они все будут с такой же силой ровно как и одна для после тоже силе она могла бы приподнять корабль А они просто-напросто направили бы его на воду Может лишь было И не нужно было рисковать, и не нужно было наживку делать Но Пусть так Решили так, пусть так Но можно сделать все безопаснее Здесь справа должны быть какие-то руины Избегайте стычек с врагами И добытьте золото Как будто это легко С языка снял Хотел сказать, легко сказать Мое золото, это мое золото А обязанности, чтобы добыть это золото Это ваши обязанности Ага, у тебя Купить все на этом свете Чума И мясо Все мясо на землю Золото Мне это уже нравится Я черприманкой не буду Смотрите Погодка выдалась отменная Ну так мышь над облаками Итак, встречаемся на восточном побережье Да Быстрее в путь Да Красивые были бы превьюшки, да? Но на превью пойдет все равно НЛ Скорее всего Кто столкнется с моим испытанием нитью? Шандийцы Или пришельцы? Мне тоже любопытно И НЛ, которому Похуй вообще Она обещает быть что надо Сегодня отличный день Кстати, сзади него этот крест максимально похож на Михаука меч Продолжение следует Есть какие-то такие схожие черты, да? Ну, наверное, потому что у Михаука меч похож на крест Поэтому и здесь похоже Ладно, хорошо Хорошо, серия тоже спокойная Нас просто отчасти познакомили с НЛ Дали понять, что Типа У жрецов нету больше Никаких ограничений Что у них полный открытый Типа карбланш Они могут драться на полную Прикладывая все усилия Для того, чтобы не пустить шандийцев И не пустить Мугивар При этом узнали, что есть какой-то Максим Что он хочет что-то сделать с этим островом Увидели частичку его силы Собственно, кто-то починил корабль То есть здесь и показали вроде бы много чего, да? Вот, но при этом и не было ничего такого Прям какой-то, какой-то жести То есть обратно же Серия максимально такая вот именно чиловая, спокойная Продолжение отдыха То есть прошлая серия была То есть знаете, прошлая серия была прям чил-чил-чил Эта серия уже как бы не совсем чил То есть она спокойная Но при этом информацию нам подают, да? Небольшими порциями И за следующей уже, наверное, шнется Где-то какой-то махач Следующая или после следующей То есть нас постепенно подводят То есть сперва, знаете, было так понарастающе Типа хуя-хуя-хуя-хуя какая-то Типа там мочилова Потом это так вот потихонечку Эта мочилова опускается Доходит до точки именно чила Смех, расслабуха Просто-напросто веселуха Там что-нибудь отдых и так далее И потом не резкий переход в пиздец А постепенный Хорошо, хорошо это сделано То есть это вот было Эта серия это Эдакий постепенный переход к тому Что будет происходить дальше Вот, поэтому ждем-с, ждем-с Все, что я хотел сказать На протяжении этой серии я высказал И касательно Энеля И касательно Максима Потому что я все на нихуя не понял Типа что это такое И касательно того, кто скорее всего Починил этот корабль То есть все сказал, все высказал, все рассказал Вот, поэтому, ребята Просто-напросто буду заканчивать И буду прощаться Надеюсь, что вам понравилась эта реакция И всем доброго дня, доброго вечера Ребята, увидимся уже совсем скоро В новых реакциях Как на это аниме Так и на другие И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok